Ну, попробую записать. Ну, значит, человек, даже не человек, а душа по своей природе, вечное существо. Но из-за того, что по каким-то обстоятельствам мы попадаем в такую ситуацию, что у нас появляется желание испытать свою жизнь отдельно, как будто бы отдельно от общего, тотального существования. Нам хочется проявиться, нам хочется посмотреть, распознать себя. Примерно так появляется у нас желание, из-за которого мы появляемся в этом материальном мире. То есть нам хочется посмотреть на себя, вот увидеть, как своё отражение. И потихоньку наше сознание, отрываясь от общего сознания, вынуждено обретать разные формы. Оно проходит колоссальную эволюцию, начиная от каких-то там мелких-мелких-мелких. И только единственная форма, в которой мы имеем возможность вернуться назад, — это человеческое тело. В этом его колоссальная, огромная ценность. Тем промежутки времени, которые мы проживаем, ну, будем брать наше тело, да, называется отрезками. Отрезками в нашем тотальном каком-то мировом там существовании. Вот этот отрезок на санскрите называется бардо. Или на санскритский, или тибетский язык, это, ну, бардо. Бардо означает отрезок. В этой тибетской книге мёртвых на отрезки поделена вся вот наша какая-то разная осознанная жизнь, или неосознанная жизнь. Период нашей жизни в материальном теле, это тоже называется бардо. Когда мы оставляем тело, уже там находимся, там тоже разные отрезки, они называются бардо. Вот, и мы сейчас будем говорить, ну, я просто могу пройтись по тибетской книге мёртвых, чуть-чуть как бы так, чуть-чуть по ней пройтись, чтобы примерно иметь какое-то общее представление. Но лучше всего, конечно, её послушать и поразмышлять на эту тему более конструктивно. Значит, первая бардо, которую просто мы рассматриваем, это бардо, когда мы рождаемся. Вот мы родились, и даже ещё, если мы не родились, а находимся в утробе матери, вот этот отрезок, когда мы туда уже попали, по какой причине попали, это уже другое дело. То есть это могло быть наше желание, там, даже просто встретить своего любимого человека, или там научиться играть в теннис, или просто привязанность к пище, или к чувственным удовольствиям сексуальным. Но так или иначе мы попадаем в материнское луно. И хорошо, если мы попали туда, как в человеческое луно. То есть у нас хватило каких-то своих духовных, душевных заслуг в прошлой жизни, что мы попали в человеческое тело. Если наша жизнь была предыдущая, или вот там, в которой мы живём, она не соответствовала жизни в человеческом теле, она в большей степени как животное, чувственно, инстинктивная была, то и тело нам, естественно, притянет нас такое, которое соответствует нашим внутренним устремлениям. То есть животная форма. Но, допустим, мы всё-таки родились в человеческой форме. Вот это называется барда становления, отрезок становления, когда мы учимся, растём, набираемся мудрости, живём и так далее, и так далее, и подходим к тому моменту, когда мы умираем. Оставляем это тело, и здесь этот следующий отрезок называется барда распада. Это мгновение перед смертью, и когда мы туда уже переходим. И у нас состоится только один момент уже здесь, до того, как мы умерли, и после. Начинается другой период, другое барда. И вот эта барда, она очень важная. Барда перед следующим нашим рождением, или перед нашим освобождением. Вот этот отрезок. Здесь, если люди не знают, как себя вести там, когда мы оставляем тело, у них начинаются определённые проблемы. И вот об этом можно, так сказать, как бы поговорить. Обычно до трёх дней душа, оставившая тело, она имеет примерно такое состояние. Чувство недоумения. Если она никаким образом не была подготовлена, она может даже не понять, что она оставила тело. То есть она ещё и видит себя как форму, она ещё и ходит, она ещё пытается общаться, и не может понять, что происходит. Но если она уже поняла, что она оставила тело... Одну секунду. Одну секунду. Что вы хотите, может, 3-я уже произвела. Хорошо, Дух. Я заключаю сейчас один. То есть, если душа оставила тело, и она неподготовленная, то 3 дня примерно, она находится в состоянии, когда она очень близко к родственникам. Она цепляется за каждого из них. Она пытается как-то на них ещё влиять, воздействовать, как-то с ними контактировать. И она ещё очень сильно беспокоится. Вот это мы сейчас об обычном человеке говорим. Где-то после 3 дня, до 7-9 дней, у неё начинается чувство, она уже смирилась с тем, что она оставила тело, что уже она ничего не может сделать. Она начинает чуть-чуть перемещаться, чуть-чуть путешествовать. Она и там может чуть-чуть сходить, к тем посмотреть, к тем посмотреть. Она начинает в большей степени чуть-чуть как бы расширяться, можно так сказать. Проходит ещё время, где-то до 9 дней, она уже полностью находится в состоянии того, что уже всё, она готова как бы-то и к другому как бы уже миру, но ещё в недостаточной степени она оторвана. Через 9 дней желательно делать помины, чтобы показать ей, что мы о тебе вспоминаем, думаем, ты для нас дорогая, но мы тебя отпускаем. Скажем так, да, ей становится чуть легче, потому что она понимает, ну хорошо, вот меня уже как бы отправили, тут уже мне тут делать нечего. И она своё состояние внутреннее ещё больше как бы отпускает. В этот момент у неё начинают как бы привязки к телесным функциям ослабевать. Если её ум ещё держал образ свой собственный, то есть у неё было представление о руках, о ногах, ещё там каких-то вещах, да, то оно ещё в большей степени ослабевает, и ум начинает всё больше погружаться сам в себя, можно так сказать, да. Параллельно с этим всем, если, например, душа ещё только недавно там оставила тело, и по каким-то случайным обстоятельствам или по её внутреннему состоянию на каких-то первых этапах оставления этого тела к ней приходит её собственный внутренний свет. Вот это как её чувство самости приходит. Она может начать осознавать свою божественную природу, реально погрузившись в неё. Но из-за того, что её ум не был приспособлен к тому, чтобы в этом быть, то есть она не знает, что это такое. Ей был показан этот свет, она это чуть-чуть испытала, но удержаться в нём она не может. И любое её отклонение мысленное от этого света вызывает её падение, можно так сказать. То есть Господь ей как бы и даёт возможность испытать божественное внутреннее блаженное состояние. Она не может его удержать, потому что у неё нет этого опыта и понимания того, что именно за это и надо держаться. Начинают возникать различные иллюзии. Вот где-то там до 15 дня постепенно её начинает... Вот от этого мира она немножко уже как бы отрывается, и она больше... Тяжёлые элементы её всё больше оставляют, скажем так, да? И она начинает всё быть как будто более лёгкой. А чем более она становится более лёгкой, тем больше ментальные представления имеют силу реализовываться. Вот в чём проблема. Эти ментальные всякие образы... Начинается её путешествие по прошлым воплощениям. Она начинает просматривать свои картинки какие-то. Мало того, она может погружаться вообще во все картинки всего мира. И если её ум был предрасположен к тяжёлым ментальным переживаниям, чтобы не было там тяжёло в её жизни, это может быть её собственная тяжёлая жизнь, это может быть фильмы, которые она смотрит, новости, вообще всё, что угодно, что было в нашей голове, потому что наш ум запоминает всё. Это такая колоссальная машина памяти. Вот мы просто всё, что мы видим, он фиксирует. Вот, если в нашей жизни по нашим каким-то желаниям мы встречались со святыми людьми, общались с ними, да, были свидетелями каких-то чудес, были в святых местах, где проводятся службы, да, то есть наш ум воспринимал какие-то очень положительные картинки, скажем так, да, переживал это всё. Это очень хорошо, в момент, когда там память прокручивает это всё, он может погрузиться в это состояние и получить освобождение, опять же, переживание сильного внутреннего света, которое он отождествляет с самим собой, божественным, и он может освободиться в этот момент. Он может осознать в этот момент себя, как божественную природу свою собственную, и больше дальше ничего не будет, он получает освобождение. Но это если в его жизни были такие случаи. Там, допустим, Сайбаба, например, он несколько раз в течение своей жизни делал одну интересную вещь. Он материализовал такое золотое яйцо изнутри себя, оно выходило у него через рот, и он говорил, что те люди, это яйцо является символом творения вообще там Вселенной или там ещё каким-то зародышем Вселенных, или там внутренних Вселенных, или как он ещё это называл, да, но тот, кто, он говорил, видел это золотое сияющее яйцо, которое выходило из него, тот живёт последнюю жизнь, тот освобождается при жизни. Ну почему он так сказал? Потому что тот, кто видел это, хотя бы видел, да, вот, когда у него в жизни там произойдёт этот переход, он в какой-то момент увидит это, и он, видя это, обретёт такую силу, что он соединится с Богом. Я это видела. То есть я видела это, когда Сайбаба делала, я видела это два раза фактически. Вот, поэтому, ну, у меня есть такая страховка, скажем так, да. Но я просто говорю о чём? Что это очень важно, что мы по жизни себе конструируем, что мы имеем, на что, о чём мы думаем. То есть может быть и такая помощь, что мы, если мы придём куда-то в какое-то святое место, и там получили какое-то озарение в этой ещё жизни, там, благодаря этой ситуации, мы потом также можем обрести освобождение. Там, понимаете? Даже если мы в тот момент, когда у нас Господь показал себя, но нас не хватило способности именно с этим соединиться, то всё равно ещё прокручиваются какие-то наши жизненные ситуации там, благодаря которым мы можем всё равно ещё освободиться. То есть есть ещё шанс. Ну, дальше. То есть хорошо, если это случилось. Если нет, ум раскручивает сначала какие-то прошлые наши жизни, или прошлые жизни, или эту жизнь, то есть прокручивает всё. Но когда это всё уже прокрутилось, типа ему нечего прокручивать, да, он начинает следующие вещи. То есть любая наша... Он настолько начинает утончаться, что любое наше беспокойство в уме вдруг начинает обретать форму. Выглядит это примерно так, что... Ой, что там будет? Что там... Ну, не знаю вообще, какое-то, может быть, беспокойство. Ну, любое за что-то мы там вдруг побеспокоились, или да как я, или да ещё что-нибудь. И вдруг эта форма начинает приобретать вид. Вот чего-то мы испугались. И страх начинает материализоваться. Он приобретает формы. И бесовские, и демонические, и ещё какие-то. То есть это могут быть совершенно разные неожиданные вещи. Что рекомендуется по Тибетской книге мёртвых? Ну, или вообще, что рекомендуется, когда страх начинает к нам подходить? Страх — это искажённое наше восприятие духовных энергий. Это наше собственное искажённое восприятие, которому мы позволяем приходить в свою жизнь. Просто мы этому позволяем происходить. Что надо делать в этом случае? Вот как по Тибетской книге мёртвых, да? Одна из рекомендаций. То есть мы перед этим ужасным, может быть, там, страшилищем. А этих страшилищ наш ум уже понастроил множество. Потому что есть масса описаний бесов. Есть масса описаний и неописаний вообще картинок по фильмам, где мы видим ужасных монстров. Вот это всё очень вредно видеть. Вот эти монстры всякие ужасные, они там очень легко создаются. И избавиться от них можно только одним способом. Убить-то душу невозможно, она же вечная. Она вечная и сияющая. Первое. Мы концентрируемся на своей собственной внутренней, именно божественной природе. То есть у нас должно быть представление о божественности нашей до того, как мы уйдём, желательно, чтобы знать, как это, концентрироваться на ней. Как это, когда мы остаёмся, тела нету, что происходит, как мы себя должны чувствовать. Вот мы концентрируемся на себе, на своей божественной этой сущности. А перед всем остальным мы склоняемся в поклоне и думаем о том, что всё это вокруг, это всё та же моя собственная божественная природа. И тем, что мы умеем так концентрироваться, мы разлагаем любого рода видения, разлагаем на его составляющие изначально божественные искры, скажем так. Вот это наша способность разлагать, разрушать. Это качество шивы. Это очень важно, о чём мы потом будем говорить. Вот это она и нужна, нам очень нужна наша способность разрушать всё. Поэтому Шива в индийской традиции считается главным божеством, даже чем перед Брахмой и перед Вишну. Потому что создать всё, что угодно, легко. Но попробуй потом разберись с тем творением, которое ты создал. Вот как люди создали сейчас атомную бомбу? Вот создать создали, а вот как сделать, чтобы её теперь не было? Вот попробуй теперь её уничтожить. Вот проблема какая. То есть если бы у нас не было способности уничтожать, разрушать сотворённое, мир бы уже вообще давно погиб. То есть нам нужно уметь правильно разрушать какие-то вещи, которые мы натворили. То есть утилизация наших мыслей, в первую очередь, это очень важно. Здесь помогает такое божество, как Шива в индийской традиции. Потому что это то божество, которое очищает наше сознание. Ну мы сами это делаем, по сути, собственно говоря. Но просто надо знать, что это очень важно. Вот и так, если там начинаются введения такого негативного характера, мы должны уметь правильно с этим разобраться. Ну один из способов поклониться этому и сказать, о, там кто-то там, как-то там его назвать, ты структура. Я преклоняюсь пред тобой, перед твоей на самом деле божественной, сияющей природой. Я преклоняюсь тебе, как проявлению божественной матери, которая всю жизнь меня защищала и защищает. Я преклоняюсь пред тобой и, там, не знаю, выражаю свою любовь, свое почтение. Как только мы переключаем свои мозги в этом направлении, страх покидает нас. И то, что нам казалось страшным, приобретает совершенно другую форму. Оно приобретает форму божественной матери, которая шлет свои благословения. Вот это надо очень четко увидеть, это надо четко знать. Поэтому там, в этой книге, да, там можно много слышать, там. Это не обязательно будет так, как там сказано. Например, там сказано, на 15-й день приходит там такая-то сущность, и вы там так-то должны себя вести. На 16-й день там то-то происходит, там по дням расписывается, да, там как-то часть этих описаний, да. Там в духовном мире, там это все может быть абсолютно перемешано. И совершенно не так. Но то, что мы слушаем, или то, что мы ставим эту книгу для людей, которые оставили свое дело, это чрезвычайно важно, потому что для них хотя бы какая-то структура появляется, вот, благодаря которой они могут выстроить в своей голове какое-то понимание того, что происходит, и последовать этой программе, и таким образом реализоваться. То есть это минимум, что мы можем для них сделать, это предоставить возможность понять хотя бы, дать хотя бы какой-то шанс, как с этим справиться. А как душу расставить слушать? Это ты просто призываешь. А, призываешь. Да, она, душа, она-то везде, на определенный день, в первые дни она не может быть везде. Она еще не способна на такие подвиги, да. Ну, в зависимости тоже от ее духовного роста. Вот, душа человека, который занимается практикой, и мы будем об этом говорить, она реализовывается сразу же. То есть она может, и все эти три дня ей не надо ничего, понимаете. Вот, если мы, вот я буду давать мантру, да, если мы отработаем мантру по полной программе в течение того времени, которое нам осталось, неизвестно, сколько нам осталось, еще вопрос, да. Вот, но если мы правильно сделаем все, как я скажу, у нас очень большой шанс освободиться просто вот сразу, да еще и осознанно. Правильно выбрать время для ухода, там, максимально. Желательно уходить, когда солнце идет на север, то есть когда оно поднимается в высоту, к лету. То есть дело, когда идет к лету, в нашем понимании, да. Когда дни более яркие, солнечные, то есть уходить в дневное время, не в ночное время. Ну, это какие-то благоприятные вещи, которые рекомендую. Вот, иначе, как бы, душа оставляет тело. Она же попадает в пространство, ну, где вот тут я нахожусь, луна светит еще. То есть уходить на луну, она может уйти на луну. В лунные энергии, скажем так, да, не ту же на эту нашу там луну, в лунные энергии. Это чуть-чуть такая специфичная прохлада, это тоже специфичного образа, может быть, хорошее состояние, но это не окончательное освобождение. Лунный свет, это отраженный свет солнца, он не дает окончательного освобождения. Но когда мы уходим в дневное время, там, в летний период, когда долгий день. Вот, очень, очень благоприятно, время ушел. Возможно, что он освободился. Да, ну, если он читал эти книги уже, то есть у него была очень большая вероятность освободиться. То есть за него можно не беспокоиться, он просто вот оставил, оставил нас для своей счастливой жизни. Куда и мы должны уйти при правильном понимании того, что происходит на самом деле. Вот, да, таким образом, да. То есть если мы знаем, что мы делаем, вот, что еще, какие рекомендации типа могла сказать из того, что я знаю, как там советуется и баба, или там еще где-то уже это. Вот, то есть если мы по каким-то обстоятельствам знаем, что нам жить осталось недолго, или мы просто решили, например, мы уже там 150 лет прожили, ну, реально, тело уже непонятно какое, уже и поддерживать не хочется, уже и пошел бы на отдых. Или там 200 уже лет прожили, уже понимаешь, что все равно вечно не будешь жить, а уже или тащишься, или другим в абузу, то что за него держаться, уже проще освободиться. То каким образом это сделать? Как? Поменять. Да, как его, не, лучше не поменять, а лучше навсегда оставить. То есть сэй-баба говорит, что вы не должны думать о будущем рождении, вы должны думать в этом рождении, о том, как оставить этот материальный мир. Вы не для того, если мы уходим куда-то, и мы не видим куда, это не значит, что там ничего нет. Вот таков примерно его ответ. Просто мы уходим в другое состояние, которое нам сейчас не понять, если для того, что здесь мы орудуем инструментом, который называется ум и чувство. Божественный мир находится за пределами ума и чувств. Понять это можно только в одном случае, когда ты реализуешь божество внутри себя. Допустим, я себе имею какие-то представления, но что я буду об этом говорить, если вы не реализовали этого? Ну что я буду об этом говорить? Вы должны это реализовать. Это примерно так. Вы должны настолько испытать доверие, чувство преданности божественной природе, там какой-то даже. Мы не знаем даже толком как, понимаете? Но мы настолько должны преданно отдаться каким-то наставлениям, которые нам дают желательно просветленные, божественные люди, чтобы следовать тому, что они говорят. Ну а настроим мы свое изображение внутреннее, там свое воображение, настроим мы на какой-то там рай, допустим, как христиане, они видят свой христианский рай. Там преданные Господа Кришны видят свой кришнаитский рай. Да, но это все внутри, все равно оно все едино. Как это все путем ума осознать? Ну мы об этом будем немножко как бы говорить, но человек, который, это я сейчас говорю, в каком-то степени опираясь на свои переживания, на свой опыт духовный, да, человек, который постигает свою божественную природу, это все для него становится просто несущественным, не имеющим никакого вообще значения. Для него имеет только одно – его собственное – это прекрасная божественная природа, которую он уже не может, но никак не выразить ее, ничего, потому что это за пределами слов, объяснений и так далее. Прийти туда – это смысл всей жизни, вернуться туда назад. А там ты в этом смысле абсолютно свободен, но говорить об этом трудно. Просто это надо найти. Вот, это вот все. Просто надо делать некоторые вещи, некоторые шаги, которые рекомендуют, чтобы это получить. Что же слушать от того, что я расскажу какие-то свои там эти, правильно? Это, ну, толку. Просто я говорю, что это есть, что это надо, что к нам надо прийти. Вы будете счастливы и в этой жизни, до того, как вам еще там освободится. Вы будете уже, вы обретете это. Почему? Потому что это надо обрести. Если мы это сейчас не обретем, то вообще, о чем мы там думаем куда-то там? Хорошо, если для нас кто-то включит книгу мертвых, но мы можем и не реализовать себя ей благодаря этому, потому что впадем в беспамятное состояние там где-то. Мы не знаем, как мы там можем. Нас может так захватить адское какое-то переживание, что мы в него погрузимся вообще на многие годы, не знаю как, а родимся потом тоже, вот как в тибетской книге мертвых рассказывается. Если вы увидите там на какой-то день, например, достаточно хороший свет, яркий матовый свет, и вам покажется он теплым, привлекательным, знакомым, и ваша душа поплывет туда. Вы потянетесь туда, пойдете на этот свет, и увидите, вдруг раскрывается перед вами картина, стоит прекрасная в зеленом обрамлении там пещера с цветами, с какими-то водопадами, с какими-то делами, и вы пойдете в эту пещеру, полетите, заходите туда войти, отдохнуть, потому что душа устала от каких-то переживаний. Пойдете, и окажется, что эта пещера, это лона собаки приобрела такую форму, куда вы ушли. Потому что собачья энергия, она тоже приятная, в окружении хороших собак мы чувствуем себя приятно, это будут подобные ощущения. И вы туда пойдете. Может, это не собака, может, это кролик, как кажется, может, еще какое-то животное. Мы не знаем, какая вибрация нас потянет. Ну, если мы в какой-то Африке, может, это жили, может, это жираф какой-нибудь потянет к себе. Понимаете? Плюс это могут быть... Мы можем... Душа, она может летать в этом пространстве, везде, везде. Она может просто оказаться на земле, ну, в какой-то миг, и увидеть, как занимаются сексом, опять же, те же животные. А ее тянет туда, как вот такой поток затягивает, как воронка затягивает туда. Она даже вырваться не может. Ей только захотелось этого пережить. Как только душа видит, и она привлекается процессом, она... Что она может делать? Причем легко. Она отождествляется с одной из этих сущностей. Как только она отождествилась с мальчиком, или с девочкой, с кошечкой, или с собачкой, она все, она уже не может вырваться. Простой человек никогда не вырвется из этого. Потому что как только отождествилась, и пошел вот этот процесс, как называется, оргазм, да, все, она попадает в эту воронку, и попадает в матку. Все. Она не может вырваться, потому что ее ума не хватает, как вырваться. Потому что она... Вот она вот так вот летает везде, но вырваться не может, потому что не знает, как вырваться. Почему нам надо быть только в позиции наблюдателя? Как крестьянство советует их, и все советуют, только в позиции наблюдателя. Вот сейчас уже нам надо понять, что я – это не это тело. Ни в коем случае я не есть это тело. Это одежда, которую мы сбросим, которая мертва сама по себе. не будет там души, она мертва, это труп. И сейчас этот труп ходит только по одной простой причине, что там есть эта атма, это наша душа, назовём её там, энергетическая составляющая, которая его оживляет, которая вот она им позволяет ему переживать тут какие-то состояния. Если это убрать, всё. Но там у неё нету тела. Но у неё там ещё есть какие-то умственные представления и чувственные. Есть к этому, сохраняется тяга к этому всему. И она из-за этого притягивается к каким-то явлениям, которые ей кажутся интересными. Я один раз ну просто там сидела на каком-то лугу, наблюдала за бабочками. И бабочки занимались сексом назовём это тогда. Ну реально, я пережила оргазм, просто наблюдая за бабочкой. Если бы в этот момент и это мне было так удивительно, что бабочки я это переживаю. Это кошмар просто. Не в том смысле, что кошмар. Да, это на уровне чувства это кажется интересным. Если ты не знаешь более высокого. И тех специфичных сладостных назовём это переживаний сладостных, сладострасти такое, да, которое в этот момент возникает, как бы да, оно вроде как и ничего. Вот. Но просто чем оно заканчивается? Тем, что если бы я сейчас была без тела, а пережила бы это и стала бабочкой. Легко, потому что сознание оно настолько подвижно, оно принимает любую форму. Понимаете? Вот. А я так пережила, понаблюдала и думаю, ну ничего себе, да, типа как бы хорошо, но в этом что-то есть такое. Что-то такое, что не совсем оно приятное. Есть в этом определённые моменты такие, как бы, да, не то, что не чистоты, тяжести или такое, чего-то, чего я и не хотела бы на самом деле. Вот. То есть можно наблюдать за бабочками, красиво, как они летают, отождествляться, чувствовать их перемещение и так далее, но становиться этим. Это немножко опасно. Ну, только потому, что Бог должен стать назад Богом. Это намного красивее, приятнее, чем быть даже той же бабочкой. Потому что Бог Он во всём может и любые формы принимать, и летать, и чувствовать, и переживать, и при этом быть свободным от этого всего. Но если мы не понимаем, что мы имеем это внутри себя, то, ну, просто будем переживать себя в конкретных формах до тех пор, пока не наедимся переживания этих форм, и не поймём, что пребывание в материальном теле, как Будда сказал, это есть страдание. Почему страдание? Если кто-то не понимает, почему страдание, ну, пусть ещё поживёт. Ну, что рано или поздно придёт старость, а с ней придут болезни. Это фактически неизбежно в нашем мире, потому что мы живём в мире нечистых вибраций на данный момент. То есть мы от этого не можем никуда деться, фактически. Вот, потому что, вот, для того, чтобы не болеть, нужно быть погружённым постоянно в хорошее энергетическое поле, начиная с пищи. То есть наша пища, сейчас скажу такую тоже очень важную вещь, когда мы потребляем пищу, она входит в наше тело, и её, скажем так, остатки физические выводятся через кал, да, через отходы. Вот. И её основная вещь, которая нужна для структурирования нашего тела, она входит в тело, да, то есть в качестве строительного материала для мышц, для костей, то есть часть этой пищи входит в наше тело, часть остаётся, грубая часть выводится. Из этой части, которая ещё осталась в теле, тонкая часть, она формирует тонкую структуру нашего восприятия, это наши мысли, которые потом к нам приходят, и наши чувства, которые мы переживаем. Вот это то, что мы имеем внутри себя, как ни странно, это зависит очень много от пищи, которую мы принимаем внутрь. Как она была приготовлена, из каких компонентов она была приготовлена, это влияет на вибрации, из которого потом мы состоим. Вода, которую мы пьём, часть её, грубая, выходит через урину, да, а более тонкая её часть этой воды уходит в кровь. Кровь ходит по телу, она оживляет наш организм, прана, содержащаяся в воде, насыщает наше тело. Тонкая часть из этой крови, из этой воды, которую мы выпили, она тоже уходит на формирование нашей духовной составляющей, опять же, наших мыслей, нашего ума и определённым образом наших чувств потом соответственно. Вот, то есть, пищу рекомендуют обязательным образом предлагать перед употреблением. Если мы не знаем, тем более, если мы не знаем, что как она выросла, кто к ней прикасался, любой физический объект, который здесь находится, он цепляет на себя всё, что с ним было связано каким-то образом. Кто-то его взял в руки, подержал, не знаю там каким, что там о нём подумал, он на себе оставился отпечаток на этом предмете. Остался отпечаток в виде ауры, которую он содержит, которую он собирает вокруг себя, так или иначе. То есть, мир здесь настолько заморочен вот этими всякими энергетическими присоединениями. И на нас это, оказывается, всё имеет огромное влияние. А наша задача стать святыми на самом деле, потому что трудно освободиться, войти в состояние святого присутствия Бога, если мы сами этому не стали аналогичны. То есть, нам надо аналогия. отлично. 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 Продолжение следует...